Ну, можем ехать. Артур Борисович, мы готовы. Да-да, сейчас вот у Алексея звук подключается, пишет сейчас. Такой большой перерыв, о чем вы говорили. Мы говорили о полете, мы говорили о переучивании, мы говорили о том, что надо не отучаться, вернее так, надо еще расчистить площадку для обучения новых навыков. Да, вот, ну, то, что очистить, это совершенно верно, и тогда мои новые навыки будут иметь более, так сказать, вероятность того, что именно они будут совершаться, а не другие. Итак, для того, чтобы расчистить, я повторюсь, значит, для того, чтобы расчистить, нужно понять, а что расчищать. Вот, я сейчас сбросил в чат ссылку на живую игру, вот, кому будет интересно, тот может померить свое психо-национальное напряжение и узнать структуру. Структуру психо-национального состояния, который состоит из определенных расцогласований. Оказывается, так, чтобы немножко время сэкономить, оказывается для того, что вот все психо-национальное напряжение, которое у нас сформируется, в том числе и всякие переживания, и тревожности, оно сформируется за счет четырех типов расцогласований, которые складываются в нашей мыслительной системе, в нашей голове. Про какие расцогласования говорю? Ну, первое, для того, чтобы понять расцогласование, ну, так, согласование-расцогласование, что это такое? То есть, в организме выстраиваются сначала параметры, что ему следует достигнуть, и как это сделать дальше он делает, потом эти параметры через нашу рецептурную систему попадают обратно в главную систему, и на основании этого организма делает оценку, согласование или расцогласование, совпало ожидание с реальностью или не совпало. Если совпало, это хорошо, и записывается в память, если не совпало, это напряжение, которое подталкивает организм к дальнейшему действию, или формирование потребности, и соответствующее напряжение. Итак, вот с согласованием все понятно. Хотел, сделал, достигло, совпало, все хорошо. Мне стало хорошо, и сформировалась память. Не совпало. И вот этих расцогласований в наших социальных отношениях, в нашей мыслительной системе, их формируется не так уж и много. И, оказывается, мы их выявили всего четыре типа, про которые говорим обычно. Четыре типа. Первый тип расцогласования. Поведение другого человека не соответствует моему ожиданию. Я жду от него одно, он делает другое, и это расцогласование меня напрягает. В обычной жизни чаще всего расцогласование первого типа называют переживанием обиды. Или второй. Второй тип расцогласования. Когда мое поведение не соответствует моим ожиданиям. Я делаю одно, тренинг ждет от меня другое, я напрягаюсь, переживаю, и дальше все идет по накатанной дорожке. Формируется психоэнергетическое напряжение. Третий тип расцогласования. Очень интересно. Это как частный случай. В данных отношениях я сам собой. Мое поведение не соответствует мне ожиданиям. Я делаю так, я должен сделать так, я обязан так, и есть не совпадает, меня это напрягает, и в обычной жизни чаще всего называют переживанием стыда. И четвертый тип расцогласования, с которым мы чаще сталкиваемся, и часто, например, говорят, описывают, это предвидение заведомо неприятного переживания. Формируемого первого, второго или третьего тип расцогласования. Четвертый тип расцогласования чаще всего называют тревоги, страхи, сомнения, фобии, там, все. Итак, все наши переживания, которые мы знаем, которые мы можем сейчас долго про них рассказывать, формируются всего лишь вот этими четырьмя типами расцогласования. И для того, чтобы от них отучиться, нужно реорганизовать этот навык. Отучиться так, очистить их. И тогда у нас не будет этих неприятных переживаний, и я смогу идеально относиться к тем происходящим событиям, которые есть. Идеально с моей точки зрения, как я умею. Но тогда я то, что я умею, буду реализовывать то, что говорится на 100%. Это не так сложно. Это реалистично. Теперь вопрос, если я не умею, то очень важно, чтобы умел мой подопечный, ребенок. Самая диагностика, конечно, которая позволяет выявить неприятные переживания, или вот эти опасные свойства мышления, она, конечно, предназначена на взрослого человека, который может понять, прочитать и оценить. А если ко мне приводят 10-летнего, 12-летнего ребенка, и моя задача взять у него и готовить спортсмена, потому что у него вроде какие-то задатки есть в этой области, вот к этим упражнениям. Ну, как мне понять. Есть у него эти опасные свойства, которые как мина замедленного действия когда-то будут срабатывать. И все мои такие целепременные действия будут сведены на нет. Для этого очень легко и просто. Нужно провести самодиагностику с мамой. Посмотреть, а как мама этого ребенка. Если у этой мамы есть опасные свойства мышления, ну, жди у ребенка то же самое. И не только же самое, он будет это еще раз управлять. Усиливать. Как и любые навыки. Это закон эволюции. Закон развития всего живого. Или развития, или деградация. Вот, если есть опасные свойства мышления, нам очень нравится, мы повторяем все время это как аксиома. Опасные свойства мышления формируют психо-национальное напряжение, которое оказывает дезорганизующее влияние на поведение человека и работу его организма. Если мы хотим, чтобы поведение человека было всегда то, которое он умеет, это реалистично, в трех условиях, когда он, первое, умеет, хочет его делать, и отсутствуют опасные свойства мышления. Если он не хочет, то его поведение будет непредсказуемо. Даже вроде бы автоматически вывели. Если он... И существует опасные свойства мышления, то тоже его поведение будет непредсказуемое. Возникшая стрессорная обстановка, создается у него определенное состояние, и оно внесет такую корректирующую. Это, знаете, как футболист, например. Вот мы прекрасно знаем, что поставить футболиста, поставить мячик в одну точку и дать ему бить. И он будет бить, 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 и все время будет, через какое-то время будет попадать в одну точку. Без проблем. И с закрытыми глазами. И будет бить, 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 и будет все время попадать. Но стоит этому футболисту попасть на соревнования, где все остальное, и мы понимаем, что вроде бы точка та же, мячик та же, ворота те же, а удар куда-то в другое место. Потому что вот то состояние, которое входит футболист в этой обстановке, ее называем стрессорной, это вносит психоанциональное напряжение, которое оказывает дезорганизующее влияние. И его нога становится по-другому уже напряженной. Не только нога, все тело. А это напряжение спортсмену очень тяжело даже уловить, и хорошо тренировать. И учесть тем более. Особенно, когда все происходит быстро, на автомат. Как с этим справиться? Только один путь есть. Избавиться или отучиться, или реорганизовать вот эти опасные свойства мышления. Это реалистично. Это не так сложно. Вот у нас есть занятие, которое позволяет это сделать, достигнуть. Освоить 11 тем и 12 темы занятия подведения итогов. Всего лишь за месяц, полтора, два можно отучиться от этих опасных свойств, которые портят или вносят коррективу во все мои действия, во все мои жизни. Итак, а быть счастливым и довольным? Избавиться от неприятных переживаний. Как избавиться? Научиться размышлять сложно. Все время жизнь будет подкидывать какие-то новые загадки, новые места, новые обстановки. И учиться все время приспосабливаться сложно. А если я отучусь, то это будет один раз, но на всю жизнь. Взял, отучился, так реагировать. А как я буду реагировать? Так, как будет естественным путем. Так, как будет приносить мне полезный результат для моего организма. Польза. То же самое отнюющее подсмертное. Если я отучусь, мои упражнения всегда были в определенном состоянии, достижении, и очень важно избавиться от того, что может помешать мне. Научиться и избавиться от того, что мне может помешать. Вот научиться упражнениям, мы это прекрасно знаем, мы знаем, как тренировать наших спортсменов, наших подопечных. А вот как отучить, это тот подводный камень, который мы сталкиваемся, бьемся, но не обращаем внимания. Оказывается, очень важно отучить от этих опасных свойств мышления. И только тогда эти воздействия, которые вносят такую незримую коррекцию голового действия, они прекратят влияние. Это очень важно. Итак, способов обучения мы с вами проговорили, есть два. Есть естественность с помощью пряника, и самый замечательный. Есть с помощью кнута, его называют еще начистительным. Можно ли с помощью? Можно заставить человека сделать. Это самый быстрый способ заставить. Но процесса научения не встает. Но самое главное, что кроме того, что это насильственный способ, и не формируется та память, которая была бы хороша в этих навыках, формируется определенное напряжение, психо-национальное напряжение. Потому что с помощью кнута можно напрягать человека, кто свойственен развитию психо-национального напряжения. И это психо-национальное напряжение продолжать увеличивать. Особенность любого организма заключается в том, что если у меня сформировалась потребность, то пока я не удовлетворю, она будет находиться в виде возбуждения в моем организме. Ну и соответствующее напряжение тоже. А сколько времени будет находиться эта неудовлетворенная потребность в моем организме в виде этого возбуждения, в виде этого напряжения? Ровно столько, пока я не удовлетворю эту потребность. Моя организм требует или у него есть потребность во влаге, в воде. И это отсутствие влаги создает определенное состояние напряжения, которое толкает мой организм для того, чтобы я удовлетворил эту потребность. И пока я не удовлетворю, мой организм будет находиться в постоянном вот таком состоянии. Пока есть сила, конечно. А потом сила и все. Это тоже самое относится ко всем потребностям. А если эта потребность является, у которой отсутствует возможность ее удовлетворить? Потребность сформировалась, напряжение соответствующее сформировалось, а удовлетворить я ее вообще в принципе не могу. Что будет с организмом? Организм будет... Совершенно верно. Он будет жить с этим напряжением. А если это напряжение складывается все время, наша особенность возбуждений в нашем организме имеет особенность суммироваться, накапливаться для того, чтобы что-то решать. Но вот эта потребность неудовлетворенная. И вот это приводит к тому, что мы называем психоэмоциональное напряжение. А результат, который мы потом наблюдаем, у пятого номера отвалился мотор, у этого выполнил неправильное действие, а этот заболел, а у этого инфаркт, инсульт, повышенное давление, там все что угодно. А этот прав пошел, снял напряжение, вроде ничего там. Но здесь понимаем, что какое качество жизни мы выбираем, что мы хотим, что мы для наших подопечных, как мы воспитываем и какой мы хотим получить результат. Снять напряжение от нереализуемой потребности можно только одним способом. Отучиться от этого источника напряжения, который все время накидывает, накидывает, накидывает. Ну, например, вернемся к такому, то, что мы говорили, первый тип рассогласования. Поведение другого человека несоответствуемым ожиданиям. Если мой организм эту потребность переводит в патологию, в несогласованность, вот это рассогласование, то я все время так думаю, каждый цикл этого обдумывания, сознательного или несознательного, будет напрягать мой организм. Я буду напрягаться, 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 напрягаться. Я говорю, ну как же, я же не могу, он же обещал так сделать, я сделал так, ведь меня напрягает. И что напрягает? Вопрос, конечно, не в том состоянии, которое напряжение, а как мой организм реагирует. Если у меня есть эти опасные свойства, то это будет напряжение накапливаться, приводящее к психоациональному напряжению. Если у меня полезные свойства, исключительно полезные свойства мышления, то у меня организм тоже сработает с совершенно естественным путем, я думаю, вы все совершенно так бы и сказали. Если поведение другого человека не соответствует моим ожиданиям, то что мне следует сделать? Мне. Чтобы он выполнил все мои ожидания. Что я буду делать? Не он, я буду думать, а что же он мне сделал? И тогда это уходит в патологию, уходит в психоациональное напряжение. А если мой организм будет реагировать так, то любое напряжение будет меня подталкивать к каким-то действиям, к реальным или к умственным, неважно, к моим действиям. И мое напряжение, оно перейдет в реальное какое-то мое поведение. Любое поведение, у него есть результат. Первый раз может быть плохенький, второй лучше, третий еще лучше, 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 и потом будут решаться задачи. Или будут достигнутся поставленной цели. Итак, все зависит от свойств нашего организма. Если мне мама задушила и опасные свойства, наше поведение становится непредсказуемым. мало-то ж непредсказуемым, мы становимся медленными. Век современный требует скоростей. Скорость обучения, скорость реализации. Что мешает этой скорости? Или отсутствие навыков, или что-то другое, что мы не обращаем. Именно эти опасные свойства мышления, которые в виде переживания начинают зацикливать и менять работу нашей нервной системы. Она работает совсем по-другому. Как восстановить эту норму? Оказывается, всего лишь для того, чтобы установить норму, очень важно отучиться, реорганизовать эти опасные свойства мышления. Отучились, и тогда мой организм начинает действовать правильно для достижения полезного результата. Ну, например, мы проговорили, что если человек напрягается, то он ищет способ расслабляться. Есть разные, есть физические, кто-то в театр сходил, кто-то в баню, а кто-то с этим. Как сделать так? Например, общение с мамами были, вот мама, говорит, а вот как сделать так, чтобы профилактику, чтобы не было, не сформировалось какой-то там вредной зависимости от психоактивных веществ? Как их научить себя вести? Как их надо бояться этих наркотиков, там, избегать этого алкоголя, там, чтобы они перестали курить, это вредно, клетки показывать, там, легкие, там, еще что-то? Да можно все, что угодно делать, эта эффективность очень маленькая, потому что вопрос не в том, что как напугать, что это вредно, а понять причину, почему человек употребляет психоактивные вещества. А употребляет психоактивные вещества в двух случаях, всего лишь два случая. Первое, это любопытство, попробовать, посмотреть, что это раз. Это как болото, в котором мы всегда идем, вот так мы всегда ищем, как нам правильно встать, где та кочка, с которой пойдем дальше. И так как мы живем в таком социуме, что нам подкидывают разные задачи, и это тоже попробовать, как два гвоздика в розетку, один раз на всю жизнь. Попробовать. С одной стороны, пробовать, как показывает практика и исследование, в том числе и наши, в школе все, но зависимость становится далеко не все в школе. Почему? Оказывается, для того, чтобы стать зависимым, нужно, чтобы было к этому предрасположение. А какое предрасположение? Что у него так или так? Оказывается, у него есть эти опасные свойства мышления, которые формируют психоандациональное напряжение. И он уже так получилось, так сложилось, что с помощью психоактивного вещества расслабляется, снимает психоандациональное напряжение. И это становится привычкой. А дальше формируется зависимость. То есть, один человек употребил, но у него не сформировался, он не был напряжен, он просто там, ну, как требовал традиции, предположим, употребил, выпил эту рюмку, но у него нет повода дальше, ему тем более не очень, даже понравилось, еще что-то. А если этот парень употребил и расслабился, то это первый шаг к тому, что он формирует свою зависимость. Итак, для того, чтобы наши подопечные сделать профилактику от всяких зависимостей от психоактивных веществ. Единственное условие, чтобы они не напрягались, не было психоандационального напряжения. Если они будут жить такой же, мы с вами из них формировали прививку от зависимости, от патологических всяких зависимостей. как можно сделать, как моего подопечного? Ну, первое, я сам, ну, и само воспитание. И тогда мой подопечный будет обладать этими качествами. Теперь, если мы говорим про спорт, то чаще всего в спорт, с которым мы сталкивались и нам спрашивали и обсуждали, как добиться стабильности достижения результата. Почему? Все время на тренировках получается свои, выездные получается как-то наоборот. Где эта стабильность? Где говорит главный тренер та кнопка, чтобы я нажал, и он на соревнованиях сделал то, что делает все время ничего нового не надо. Сделает то, что умеет. Все говорит тренер. Главный тренер сборной страны. Как делать? Вот. Всего лишь стоит найти это кностомышление. И если они присутствуют, жди проблему, которую они за собой потащат. Может быть, может не быть, может большая, может не явная, но это как раз и есть та дестабилизация выполнения наших навыков. Если я хочу, чтобы они были стабильными, значит, мне нужно создать стабильную свою обстановку. состояние, там, фитость, питость, отдохнувшись, неперетренированность обязательно. И самое главное, что трудно наблюдается, это вот эти свойства мышления, работа центральной нервной системы, которая формирует психонациональное напряжение, и тогда наше поведение становится непредсказуемым. Хотим быть предсказуемым, значит, нужно так. Итак, если мы хотим получить стабильность от наших подопечных, опять, очень важно, чтобы у них отсутствовали опасные свойства мышления. Если они есть, непонятно. Теперь, мы хотим, чтобы сделать так, чтобы наш подопечный стремился достигать успеха, не достигал успеха. Что такое успех? Ну, это успех, то, что хочет, то и получает. Именно то, что хотел и получил, это есть успех. Ну, теперь вопрос. Самое главное захотеть, сформировать желание, чтобы он захотел, не заставить, а чтобы он захотел. И это основная задача тренера, воспитателя, педагога, потому что это самое сложное, на ровном поле вспахать вот эту пашню, первую, которая сформирует желание повторить этот навык. Это самое ценное и самое дорогое. У нас бывает иногда мы никак не обращаем на первое действие, иногда какие-то мы говорим, что ты сделал неправильно, и место подкрепления мы даем по рукам нашему подопечному, и он уже потом повторяет не так и не очень хотелось. А если нам вдруг получилось подкрепить, даже не важно, ничего не получилось, но мы его подкрепили, он все равно, значит, мы сделали правильно, мы фактически сделали идеально. Он будет постремиться внутреннее желание повторить. и через какое-то повторение, у кого-то три, у кого-то десять раз, равно получится. Но главное, чтобы было внутреннее желание. И это внутреннее желание строится на том положительном подкреплении, которое мы даем, и это положительное подкрепление должно быть такое, чтобы он захотел еще раз повторить. Яркое, эмоциональное, сильное. А дальше подкрепление достаточно, иногда мы прекрасно знаем, что тренер посмотрел, тивнул, и это лучшая похвала. И этого тоже бывает достаточно. Наша задача мамина улыбка лучшая похвала. Не нужно бывает ничего, но это уже потом. Сначала научить, подкреплять и стремиться к достижению результата. Если мы так будем сделать, то наши дети или наши подобещения становятся успешными. Они всегда будут стремиться достигать, ставить перед собой задачи и стремиться их достигать. Ну, например, у меня был сын, ему было лет шесть, когда он в школу как-то насмотрелись, мы что-то там начитались, и еще говорит, пап, хочу быть космонавтом, говорит мне сын. Я так смотрю, маленький, с таким пузом большим, которым нагнуться тяжело, завязать свои ботинки условные, которые там с послушанием как-то вот так, он там то капризничает, там еще что-то может позволить. Я говорю, сын, супер, классно, давай космонавтам, только, космонавт это то-то, 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 то-то. Смотришь, он начал делать зарядку, по утрам там сначала жили на даче, когда это летом, он начал бегать даже там, он стал делать то, что никогда не делал, и он это делал сам, ему только подсказывали, а это еще лучше, а это еще лучше. Он стал слушаться, стал прибирать в своей комнате, готовится, готовится космонавтам, но готовится, готовится, замечательно, родителям только радость, он себя планировал, как бы себя организовывал, в порядок приводил, все супер, пошел в школу, дальше общается, тут общается, тут мы с ним что-то общались, одно, второе, третье, и к концу первого класса он приходит, говорит, пап, что-то я перестал хотеть космонавтом быть, я говорю, я хочу быть биологом, я говорю, вообще супер, сын, и у него внутреннее желание стать биологом, ему вот так захотел, так вот с окружения, со всей обстановкой, он хотел стать биологом, ну, че хай, он закончил школу, и он увлекся в старших классах там биологическими практиками, ездил в МГУ, поступил в МГУ, закончил биофак, и продолжает учиться на биолога, пожалуйста, но это внутреннее, ну, и что мне, что он же хотел быть космонавтом, я мог бы сказать, ты же хотел, а что, да какая разница, мне главное, чтобы мой ребенок был счастливый, довольный, делал то, что хочет, а что получается лучше всего у нас, то, что мы хотим делать, а то, что мы делаем, когда не хотим, это очень спорный вопрос, получится, не получится, лыж сломался, слава богу, технические проигрыши, все остальное, и так, внутреннее желание, если про моего ребенка, да какая разница, чем он занимается, лишь бы он был счастливый, довольный, и у него это будет лучше получаться, и он в своей среде будет успешен, реализуемый, востребован, если говорим про нашего подопечного, спортсмена, когда он, только один навык, ну, условно, один там, видит каких-то навыков, то это еще проще, мы начинаем формировать, и выстраивать линию для достижения этих результатов, конечно, для бегуна требуется разная работа мышц, для тяжелоатлета тоже разные мышцы, но упражнения довольно-таки там, понятно, вот в этом надо, в область, там, все остальные абсорбюты не нужно, то, что нужно для художественной гимнастики, не нужно, там, для штангиста, там, все остальное, вот, хотя иногда там помогает, и так, физическим развитием мы все знаем, мы знаем, как тренировать, мы знаем, какие упражнения, но очень важно, как и на какое поле это кладется, если мы с вами учтем эти условия, то наши действия, они будут стремиться к идеалу, который можно получить в этом сочетании, я и ребенок, полезные, исключительно полезные свойства мышления, и положительное подкрепление, все, больше ничего не надо, на сегодняшний день, положительное подкрепление, оно, это не насильственный способ, мотивации на желание, на достижение результата, оно требуется времени, мы с вами прекрасно теперь понимаем, это время, требуемое для повторения этого навыка, с этим положительным подкреплением, повторить это требуется время, это долго, по одной стороне, но зато это приведется к намеренному результату, но можно с другой стороны, можно как, один раз, и побежал, смотри, как побежал, вроде бы как, а теперь и так, но как показывает практика, психо-национальное напряжение, и до напряжения, оно к хорошему не приводит, и вот как раз Василий Евгеньевич затронул тему, к сожалению, трагедии, мы наблюдаем и видим, и мы видим трагедию в большом спорте, когда психо-национальное напряжение зашкаливает, уже за такие рамки, но мы забываем, что это все равно, это люди со всеми своими переживаниями, что нужно сделать, вот как нужно внутри напрячься, именно внутри, привести себя к психо-национальному напряжению, чтобы отказаться от жизни, это зашкаливает за все рамки, и никакая золотая медаль не может это оправдать, никакая. Для того, чтобы быть успешным, очень важно быть счастливым. Если ты счастливый, то ты становишься успешным. Это взаимосвязано. И это логично. И одно развивает второе. Психо-национальное напряжение можно заставить, но это заставить, это пагубное, это конечный результат. Это люди, которые бросают спорт, достигнув какого-то результата, поставленной какой-то псевдоцели, абстрактной, стать первым, лучшим, золотая, бриллиантовая, или еще чего-то. Это не тот навык, который требуется. А наша задача – научить определенным навыкам, и реализация этих навыков в определенной обстановке. Это процесс обучения. Требуем определенного труда. Но мало то, что труда, требуется правильного труда, эффективного труда, эффективного, приводящего к тому, что мой подопечник хочет еще раз это повторить. Ну и потом, на сегодняшний день мы с вами обычно говорим, хотите жить долго и счастливо? Мы говорим, хотим. Ну, проще по поводу счастья мы так немножко затронули. А что сделать с долголетием? Вот почему на сегодняшний день есть кто живет 45 лет, а есть кто и 90 лет живет, хотя условно 100 лет назад жили в среднем, там наши сейчас, там среднепродолжительность к 70-ти годам, а жили в два раза меньше. Что произошло? Ну, обычно этот вопрос, там говорят, ну, у нас медицина развилась, там вот благодаря этой медицине мы стали жить дольше. Ну, а медицина откуда развилась? Ну, и все остальное. Научно-технический прогресс. Это благодаря развитой работе нашей нервной системе, развитой работе корей головного мозга. Именно способность к жизни закладывается закладывается. Вот здесь мы сами, формируя определенные потребности, мы формируем, как ни странно, свою жизнь. Чем больше потребности, которые мы хотим достигнуть, формируются, тем дольше организм их будет удовлетворять. Потому что мы с вами знаем, что сформированная потребность ждет своего часа быть удовлетворенным. Итак, какие потребности? Оказывается, физические потребности, их столько много сформировать сложно, чтобы увеличить свою принципиальную жизнь. А вот абстрактные потребности, знания, те мысли, которые у нас летают, возбуждаются, рождаются, их можно. Формирование новых знаний формирует новые потребности. Любое новое знание, оно же те же самые новые потребности. Чем больше потребностей, тем больше знаний, тем дольше организм будет их удовлетворять, потому что организм готовится к удовлетворению каждой потребности. Ну, вы скажете, как, почему? Ну, все очень просто. Пример, например, такой простой. Вечером на даче я говорю, жена говорит, пойдем прогуляемся? А, пойдем. Ноги в тапки, пошли погуляли. Погуляли, все хорошо. Или другая ситуация. У нас подготовка к этому гулянию заняла полсекунды. Выход к двери. Или другая ситуация. Я с друзьями говорю, слушайте, есть предложение отправиться в поход на какой-нибудь там, сплавиться за Уральской речкой. на каких-нибудь там, или на плотах, или еще на чем-то. Он говорит, давай, суперский. Я говорю, ну, нам надо только там на плавсредство приобрести, подготовиться, разузнать, маршрут, согласовать, вертолеты, самолеты, кто, чего, как, куда, зачем. Обычно длится около года. То есть, все зависит от наших потребностей, так готовится наш организм. Такая потребность, он просто удовлетворил, такая потребность, он начинает так готовиться. Вот это относится к нашим всем знаниям. То, что мы хотим. Человек живет столько развитый, столько, сколько хочет. Но для того, чтобы хотеть, это очень важно, чтобы это еще соблюдалось. Чтобы не сидя на диване, я тренирую мышцы, которые дают мне возможность крепко сидеть на диване. Если я хочу, чтобы у меня работал весь организм, мне надо, чтобы работали все мышцы. Гармонично. Но самое главное, чтобы этими мышцами управляло полезные свойства нашего мышления. Или центральная нервная система, которая направлена на достижение полезных результатов или обладающими исключительно полезными свойствами мышления. Итак, можно заложить свое долголетие, можно заложить свое счастье, можно заложить свой успех. Это цена исключительно полезных свойств мышления. Мы с вами все это знаем. Как это развить? И вы все это знаете, как развивать эти навыки. Но самое главное, вы будете успешны тогда, когда, если у вас есть опасные свойства мышления, Вы от них сможете отучиться, реорганизовать этот навык. И тогда ваши способности будут расти. И будете вырасти, и будут расти способности ваших подопечников вы получаете. Потому что если тренер учит кататься, ездить своего подопечного на велосипеде, а сам не умеет ездить на велосипеде, то здесь спорный вопрос, научит ли он ездить на велосипеде или не научит. И для начала, конечно, следует научиться самому, а дальше сможем обучиться или воспитать эти навыки своих подопечных. Ну вот, в принципе, давайте тогда поговорим, может быть, какие-то есть специальные вопросы. Ну, например, там, спорт и травма. Такое тоже бывает. Вот вопрос задает, как сделать так, чтобы избежать травмы. Но обычно, ну, травма бывает непредсказуема в два случаях. Ну, вот так случилось, вот что-то. А другой, почему-то организм сломался, не выдержал. Вроде бы ничего особенного. Это о чем? Это говорит о том, что примерно то же самое, что когда человек идет на ровном месте и спотыкается. Ну, что, ходить не разучился? Да нет, он умеет. Просто у него стали рабом, у него, скажем так, центральная нервная система вошла в некое конфликтное какое-то состояние. И количество мыслей там стало гораздо больше, чем можно оценить состояние. В общем, что-то произошло, и организм отвлекся от привычного автоматизма, и такое тоже бывает. Что привело к травме? Для того, чтобы минимизировать травму, очень важно, чтобы были мысли направлены на достижение результата. Потом, что делает организм? Организм сначала формирует образ того, что он хочет, а потом он на это действует. Если он в голове формирует образ травмы, то это прямая дорога к травме. Если он формирует к состоянию здоровому, счастливому достижению какого-то там навыка, то он будет достигать этот навык. Опять, все мы начинаем закладывать в голове. Но для того, чтобы реализовывать, быть успешным в реализации своих желаний, очень важно, чтобы у нас были исключительно полезные свойства мужчины. Дон Борисович. Мы скоро уйдем на последних, на отдых. Скажите, а вот бывают ситуации, когда, ну, возьмем спортивную команду, футбольную или хоккейную, и зачастую тренеры для того, чтобы мотивировать своих игроков, ну, молодых атлетов, они начинают провоцировать между спортивными конфликтами, то есть для того, чтобы усилить эмоциональный фонорок, понимаете? Да, совершенно верно. Напрячь. Надо мотивировать. Совершенно верно. Но мы с вами прошли, как раз, я надеюсь, что мы пришли к пониманию, что любое напряжение, рождающее в конфликте или психо-национальное напряжение, оно не является самым эффективным. Оно может быстро сработать. Я от пинка под зад могу быстро полететь, но навыка у меня не встало. Если у тренера стоит задача, что вы сделали, и выжить из своего подопечного, то это да. Если моя задача тренерская научить, то только через положительное подкрепление. Это медленно, но надежно и 100% реализуемо. Что у нас происходит чаще всего? К большому сожалению, наш тренерский состав привык так, что у него скамейка запасных бесконечна. Это в России или в больших государствах. Учитывая Латвию, Литву, Эстонию, то нам приходится переходить на научные методы. Хотя перестроение очень тяжелое, потому что школа подготовки, спортивные, у нас все равно осталось мышление. Такое ощущение, что мы бесконечно можем использовать людей. Вот она, к сожалению, небольшая. Поэтому тут вопрос перед тренером. Очень важно, чтобы он поставил перед собой задачу. Он будет выжимать из спортсмена или он будет формировать навыки? И это разные совершенно задачи. И вот формирование навыков – это один процесс. Напрячь и выжить разными способами, не трогай руками – это другая задача. Но суть от этого не меняется. Это перенапряжение потом во что-то выльется. Но, как правило, есть такое мнение, что, ну, кто тренеры сталкивались с такой идеей, я сталкиваюсь в том числе. Я не считаю все исключения в этом вопросе. Что если ребенка отдают младшим возрастом, то, как правило, в 13, 14, 15 лет он наверняка уйдет из этой группы. Потому что он устанет. Да, редкие даже, редкие птицы долетают до середины. Но здесь зависит не от ребенка, здесь зависит от воспитателя. Это в массе. Это, к большому сожалению, мы на сегодняшний день вот с этим сталкиваемся. Мы все вот в этом растем, вот оно такое. Но при этом мы знаем, что бывают и другие случаи. Бывают. По филу долголетиям. Да, и здесь именно положительное подкрепление, именно процесс обучения. Но я согласен, школа, вот у нас вот, вы знакомы с нашим главным методистом Еленой Васильевной. Она же из школы спортивной гимнастики. Ужасно, сложно, ужасно сложно. Вы знаете что, сейчас буквально через такое короткое время у нас будет снова перезагрузка. Вот, может быть, так раз вернемся в четвертой части к вопросам. Коллег, будет возможность подготовить, вернуться к фигурному катанию. Потому что фигуристы некоторые спрашивали об этой ситуации в Кудридзе. Ну и к единоборствам. Это к Сергею. Пловцы есть у нас, Алексей Чербаков. Александр, я не знаю, какой вы спорт, вы представляете. Сейчас, секунду. Сейчас.